МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Владимир Рунец. В современном мире поток новостей очень быстрый. Сложно за всем уследить, да еще и понять, что же на самом деле происходит. Ведь вокруг столько пропаганды и дезинформации. Как в этом всем не запутаться и не утонуть? Я для вас подобрал самые главные события последних дней. Только то, что действительно важно и что поможет вам понять, где правда и истина. Ну а вы смотрите сами. Ну а перед тем обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и комментировать. Так нас с вами станет намного больше. Что ж, поехали. Это фото 7-летнего Егора Заводецкого из Прикарпатья. Ребенок скончался в одной из киевских больниц 12 июля. После трех операций Егор впал к кому, из которых мальчика вывезти врачам, так и не удалось. Как вы догадались, думаю, Егор – второй ребенок, умерший после российской ракетной атаки по самой крупной в Украине детской больнице «Ахмадет» 8 июля в понедельник. В тот понедельник, в преддверии 75-го юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, Россия в принципе ракет не жалела. И на фоне непрозрачных намеков о желании начать переговоры, ударила не только по Киеву, а также по Днепру, Кривому Рогу и другим городам Украины. Среди целей, куда прилетели российские ракеты, также жилые дома, роддомы и несколько предприятий. Украинский офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту совершения военного преступления. А в Москве, конечно же, пели ту самую старую мантру. Украина сама, мол, себя обстреляла ракетой из остановки ПВО НАСАМС, которую Киеву передала Норвегия. Сразу оговорят, что во время атаки на больницу эвакуировать всех пациентов и персонал просто невозможно. Многие медицинские системы жизнеобеспечения не позволяют перемещать детей. Так было и в Ахмадете. Там лечатся в том числе и дети с онкологией и другими серьезными заболеваниями. Но вернемся к тому, что же в это время говорили в Москве. Первая с чередой комментариев в эфир вылезла стая пропагандистов. Ну а режим Зеленского на фоне военных провалов вновь пытается разгонять антироссийскую истерию. И это в преддверии саммита НАТО. Очередная провокация накануне прилет ракеты по больнице в Киеве. Ракеты западного производства, но в ударе обвинили, как обычно, нас. Обвинения России в нанесении ударов по гражданским объектам в Киеве говорят о двойных стандартах секретариата ООН и попытках втянуть Совет Безопасности в грязную пропагандистскую кампанию. И тут мы наблюдаем нечто новенькое в тактике пропаганды России. Вместо того, чтобы привычно замалчивать нелицеприятную для себя правду, в Москве начали агрессивную медиакомпанию по продвижению своих нарративов. На сайте газеты «Комсомольская правда» днем во вторник вышел материал под заголовком «У нас все знают, русские по мирным не бьют». Киевляне ответили на ложь Зеленского про удар в больнице Ахмадет. Изгнанная из России Алла Пугачева написала у себя в инстаграме «Бог терпелив, но во всему есть предел» и проиллюстрировала пост фотографии окровавленного ребенка из киевской больницы. Инстаграм в России запрещен, но это не помешало Марии Захаровой прокомментировать пост Аллы Борисовны. Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется, не Тимошка, видит немножко. Вы тоже заценили дипломатический стиль, да? Кстати, у Захаровой есть в запрещенном инстаграме собственная страничка, верифицирована с галочкой. Галочка совершенно не мешает ей время от времени зажигать в сети. Но сейчас не об этом. Вернемся к обстрелу больницы. С молниеносной скоростью версия про норвежскую ракету стала вдруг официальной. Ну а зачем придумывать что-то оригинальное? Ну и в информационное пространство ворвался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал атаку на детскую больницу, цитирую, «изуитской пиар-операцией на крови». Смотрите сами. Пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую. Это действительно трагедия, но она используется, умышленно используется, для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО. Те, кому за это щедро платят из российского бюджета, тему на славу отрабатывали в прямом эфире. Главный упор в Москве делали на том, что смысла, мол, стрелять по больнице российской армии нет совершенно никакого. Смотри, они же не задают простой вопрос, а зачем России наносить удар по больнице? Ну вот, в смысле, ни с военной, ни с военной, ни с военной, ни с политической точки зрения, это не имеет абсолютно... Да, и они дают какой ответ? Потому что Россия – это инфернальное зло. Нет, это понятно. И поэтому Россия это делает для чего? Потому что она может это делать. Парад людоедства традиционно перенесли в интернет. Там себя в жестокости никто абсолютно не ограничил. Пересказывать всю эту дичь я, конечно же, не буду. Вы сами прекрасно представляете, что писали российские паблики. Отчасти подпитываемые платными троллями, но отчасти чувством собственного патриотизма. И поэтому вот те пять ракет, которые вот так вот картинно, прекрасно, театрально били вот в одно место, в одно место, в одно место. А вы точно уверены, что завтра не прилетит еще пять, а может быть, десять ракет в одно и то же место? Что касается целесообразности, то напомню, что вся эта война не имеет абсолютно никакого смысла в целом. Но кого это когда останавливало? Если же говорить о возможных мотивах стрелять именно по больнице, то мне кажется, что несколько очевидных все же можно выделить. Выторговать себе более выгодные условия перед переговорами. Кстати, когда в Киеве разбирали еще говорящие корпуса Ахмадета, Песков прекрасно на голубом глазу рассказывал о готовности Москвы искать, цитирую, «политико-дипломатическое решение». Кроме того, в преддверии саммита НАТО явно хотели показать Альянсу силу автократии перед слабой демократией. Даже последняя ракетная, однако, не изменила курс Вашингтона касательно ограничений стрелять американским оружием по российскому тылу. Однако советник Байдена по нацбезопасности Салливан все же открыто заговорил о том, что в США ищут пути силового реагирования на удар. Смотрите сами. Мы видели в ужасающей реальности российскую жестокость во время атаки на детскую больницу. Мы работаем с украинцами над ответом на эту атаку с помощью силы и решительности. Владимир Зеленский уже окончательно настолько задолбался, что похоронил остатки дипломатии и заявил о желании убить Путина. «Для меня и для всех это очень чувствительно. Я отец, я президент, я человек. Очень тяжело терять людей, терять детей. Вы видите этих людей, вы видите родителей. И когда их дети умирают, в этот момент хочется убить Путина. Все они, все мы очень этого хотим». Короче, уже даже в Москве поняли, что если Путин умрет, то в Украине плакать точно никто не будет. А то ведь в феврале 2022-го военные парадку с собой брали. Думали, украинцы с цветами их встречать будут. А встретили с тугными джавелинами. Ну и если вы думаете, что слова Зеленского в российской столице не услышали, то зря вы так думаете. Смотрите сами. «И, кстати, такой простой вопрос. Тут Зеленский сказал, что он хочет убить нашего президента. Это, заметьте, при этом никто на это никак не отреагировал. Это сказал кто? Это сказал человек, который на самом деле ничем не защищен. Это сказал человек, узурпирующий власть на Украине. Объяснил это тем, что вот дети погибли, что он отец». И все же, чья ракета? Вопрос настолько нерезонный, что мировые СМИ даже не напрягались озвучивать бред, который несло Минобороны России. Независимые осин-специалисты и сразу нескольких организаций, такие как Беллингкет, Инсайдер и СИД, проанализировали и подтвердили, что это точно российская ракета Х-101, а вовсе не АИМ-120, которую запускает установка НАСАМС. СБУ опубликовала фотографии с места прилета ракеты и показала серийные номера российской ракеты. Фотографии с места довольно убедительный аргумент, как по мне. Ну а теперь об ООН. Конечно, так на Ахмадет вынесли на рассмотрение Совбеза ООН. Там, кстати, главенствует Россия. Просто наступила ее очередь, как постоянного члена. Россия, кстати, устроила по этому поводу прием для гостей. Угощали их котлетой по-киевски. Понятно, что Украина и ее союзники, выступая на Совбезе ООН, осуждали атаку, приводили доказательства. Ну а российская делегация со знанием дела перебрасывала ответственность с больной головы на здоровую. Все традиционно. Вы как хотите, я лично в ООН не верю уже лет так 15. Странная, как по мне, структура, хотя с правильной миссией, но без понимания, как ее, эту миссию можно осуществить. Но об ООН я могу разговаривать часами. Сейчас же просто напомню, что на швейцарском саммите мира, инициированном Украиной, генсека ООН Антонио Гутерреша не было. Занят он был, понимаете? А вот в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества он был еще один латентный любитель Путина. Интересно, на каком таком интересе основана его любовь? Может, его в Москве зельем приворотном опоели? Вы уж смотрите сами. Ну и обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш YouTube-канал, а в комментариях оставляйте свои мысли по теме блока. Все же проще простого. Ну и в завершении этого блока. Помните досадные случаи, когда российские ракеты и дроны то ненароком в Румынию упадут, то в Польше? Польские воздушные силы на утро обычно пишут пост о том, что не спали, мол, всю ночь, переживали, чтобы эти самые российские ракеты у них не падали, а долетели до цели – сбивать-то но на но. Польша – страна НАТО. Так вот, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве. Это предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале недели. Но на этом этапе это пока лишь идея. Смогут ли с ней уснуть польские воздушные силы – поживем, увидим. Орбан, Моди, Эрдоган, Си, Трамп, ну и вы поняли, Лукашенко тоже. Полна миротворцев планета Земля и один, честно говоря, лучше другого. Начну с самого свежего. В субботу вечером из Минска понесло ветром перемен. Лукашенко, обычно готовый целовать Путина, в специально отведенные для поцелуев места вдруг заявил, что отводит свои войска от украинской границы, что все, мол, подразделения получили приказ отправиться назад по местам своей собственной постоянной дислокации. Мол, после определенной работы с Киевом стороны достигли договоренности отвезти эти самые войска. После определенной нашей работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, они от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть тех войск, которые усиливали их действия, с границы ушли. То Лукашенко, понимаешь, с картой бегал, откуда готовилось нападение, а тут после определенной, цитируя, работы, он вдруг решил, что хватит сотрясать воздух. Может ли это быть замыливанием глаз и провокацией? Определенно может, да только выводы пока делать рано. Мы же понимаем, что спутниковые снимки тут же покажут, отвел ли он войска на самом деле, ну или сделал вид. Но очевидно, что Александру Григорьевичу это уже все изрядно поднадоело. Больше всего, конечно, поднадоело то, что кремленские функционеры лезут в его дела душевные, ну то есть во власть, и диктуют, кто же должен стать преемником на троне. Ну а Лукашенко, а, сам пока никуда не собирается, и, б, у него же есть коленька, надежа, так сказать, и опора. Но не хочет он, чтобы Кремль свой нос совал туда, куда собака вообще ничего не сует. Среди украинцев много нормальных людей, говорит Лукашенко. И, мол, договариваться надо. Что разговаривая, можно договориться. Говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример, будем, пример для украинцев. Если они готовы садиться за стол к переговору и договариваться, обсуждать и договариваться эту тему. Пока подталкиваемые, мы это видим, к последнему совещанию, блока НАТО, украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Я всегда поражался способности Лукашенко прикинуться ветошью и не отсвечивать. Как будто не с территории Белоруссии российские самолеты бомбили Украину. Как будто не с территории Белоруссии российские войска наступали зимой 22-го. Как будто Лукашенко не помогает Путину обходить санкции. Движения вдоль белорусской границы продолжались последние несколько недель. Украинские паблики писали, что Бачка точно может повезти свои войска на Киев. Поговаривали также, что Путин якобы давил на него, чтобы именно так все и было. Ну и в Астану на саммит ШОС Лукашенко поехал явно с собственной повесткой, отдельной от Путина. Говорят, что он просил Си угомонить российского президента. Ведь, как я уже сказал, в войну Лукашенко играть больше не хочет. Ну, показал Искандеры с ядерными наклейками на параде в Минске и хватит. Но и своего преемника он тоже будет выбирать сам. Это такой белорусский феномен, если хотите. С одной стороны, брать у России деньги и строить непонятное государственное формирование с единым парламентом и валютой. Ну, а с другой, Лукашенко же явно очень хочется самостоятельно сидеть на своем, пускай и маленьком, на троне. Очень похож на Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан. Только последний пошел играть по-крупному. После неанонсированного визита в Киев он съездил в Москву. А оттуда, как выяснилось, в Китай, что тоже не анонсировалось, но об этом громко намекали. Из Китая Орбан поехал на саммит НАТО в Вашингтон, а там быстренько встретился еще и с Трампом. Проворный какой парень. Подумать только. Венгрия главенствует в ЕС. И такие неанонсированные визиты явно сильно напрягают Брюссель. Там всеми силами пытаются откреститься от таких поездочек, мол, ездил он как глава национального правительства, а не как чиновник, представляющий все 27 стран Евросоюза. Орбан явно на это смотрит иначе. С одной стороны, он, понятно, работает на свою внутреннюю аудиторию. Ну а с другой, он хочет показать, что имеет влияние в ЕС. Что он не просто мальчик, которого просит выйти во время важного голосования, с которым он не согласен. Да, если надо, то Орбан, конечно, выходит. Но все же, в Москве, конечно же, по этому поводу своя версия. Имперская. Ну а как же иначе? Орбан хочет предложить новую модель. Мне кажется, он реализует идею восстановления Австро-Венгерской империи. Он хочет, на самом деле, реализовать идею, при которой Украина, она сохранится в каком-то виде, в каких-то границах, демилитаризированная. Но прямого, скажем так, границы общей у Венгрии с Россией или у этого объединения с Россией не будет. Буферная зона. Дальше Австро-Венгерская империя, в его понимании, в каких границах, какие страны войдут. Но сама идея, она будет работать. И он над этим, кстати, работает сейчас. В бывшем твиттере Трамп и Орбан весело объявили о своей встрече. Оба имеют амбицию завершить российскую войну в Украине. Только если Орбану по душе российский вариант мира, то с Трампом не все так однозначно. Мирная миссия 5.0. Для меня было честью проведать президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы говорили о путях достижения мира. Хорошая новость дня. Он решит эту проблему, написал Орбан в своем посте в Икс. Трамп ответил взаимным реверансом. Спасибо, Виктор. Должен быть мир и побыстрее. Слишком много людей погибло на войне, которая никогда не должна была начаться, написал Трамп в свою очередь. Орбан не просто так ездил. Во своей поездке он написал целый отчет для ЕС. Испанская газета El País ознакомилась с этим отчетом. В нем написано, что китайский лидер Си и российский лидер Путин ожидают начала переговоров до конца этого года. Отличный повод бомбить детскую больницу, я вам скажу. Письмо Орбана с отчетом было отправлено в Брюссель из, откуда вы бы думали, Азербайджана. Туда Орбан тоже заехал после свидания с Путиным и вакурат перед встречей с Си. Из этого письма следует, что в Кремле уверены, что время не на стороне Украины, а на стороне российских сил. Это прямая цитата. То есть Орбан подтверждает тот факт, что Путин ведет войну на истощение, как бы подчеркивая, что удары по критически важным объектам продолжатся. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал. Президент России был бы удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня, пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова рассматривать любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокацией и перегруппировке украинских сил. Интересно, что при этом британская разведка сообщает о рекордных потерях России за последние два месяца. За этот период убитыми и ранеными Москва потеряла около 70 тысяч человек. Россия открыла новый участок фронта на Харьковщине, при этом сохраняя темп наступления на других участках. Этим все и объясняется, говорят в британской разведке. В своем пересеме к Брюсселю Орбан как бы ничего нового не сказал. Путин, мол, и дальше планирует реализовывать стамбульский мирный план, о чем сам Путин и однократно, между прочим, открыто говорил без помощи Орбана. Стамбульские договоренности, спасибо за это президенту Турецкой республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник, эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности, стамбульские договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров. В настоящее время пишет, что есть и второй документ, о котором говорит Орбан, так называемый китайско-бразильский мирный план. Ну, то есть общие договоренности между Китаями, Бразилией по политическому урегулированию так называемого украинского кризиса. И этот план якобы находится на рассмотрении российской стороны. Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде, цитирует в настоящее время отрывок из письма Орбана. В Европе пока не особо верят ни Орбану, ни Путину. Единственный, кто не без зависти смотрел на гастроли венгерского премьера, это раненый премьер Словакии, Фица, который написал, что тоже бы поехал в Москву, но пока приходится лечиться, поэтому никуда не поедет. Сложно сказать, что по этому поводу думает Пекин. В Китае никогда не говорят ничего напрямую. В смысле Пекин, как мы знаем, представил миру свой собственный мирный план, в котором прописаны все хотелки Путина. Ну и мир на этот мирный план отреагировал не очень одобряюще, если уж быть откровенными. При этом китайские банки все менее охотно сотрудничают с российскими компаниями, все более опасаясь западных санкций. А на прошлой неделе выяснилось еще, что и Китай передумал поставлять оборудование для крупнейшего российского проекта СПГ. Российский «Новотек» не получил модули для проекта «Арктик СПГ-2» производства китайской верфи «Вайзен Нью Энерджис». При этом их успели отправить в Россию. Но судно за несколько дней до прибытия в Белокаменку Мурманской области просто развернулось и пошло обратным курсом. Из-за санкций «Арктик СПГ-2» не смог даже начать экспорт газа с первой технологической линии, которую надеялись запустить еще в начале два года. Наверное, теперь в России еще интенсивнее будут показывать по телевизору, как мерзнет гниющая Европа, которая десятилетиями была, между прочим, люксовым рынком для российских нефти и газа. Но пока украинская земля дрожала от российских ракетных ударов, в Москве Путина обнимал индийский премьер Нарендра Моди. Моди пробыл в России два дня. в которой провел многочасовые переговоры с Путиным. Зеленский заявил, что визит Моди – это, цитирую, «огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям. Видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире в Москве – в такой день». Такой день – это когда врачи в окровавленных халатах пытались достать из-под обломков больничных корпусов серьезно больных детей, ну и своих коллег. Что ж, Моди при этом выразил сожаление по поводу гибели невинных детей, сказав, что война не может быть решением проблем и в интересах будущих поколений необходим мир. При этом индийский премьер предпочел не конкретизировать, что речь идет о ширкомасштабной агрессии, совершенной России против Украины. Нью-Дели формально старается соблюсти нейтралитет в этом вопросе. Индия не присоединилась даже к западным санкциям. Но нейтралитет такой очень интересный выходит. Индия с огромным аппетитом покупает российскую нефть и газ. Вот, смотрите сами. Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров. И по итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 миллионов тонн. Это 40% всей потребности Индии. Какой это рост, если сравнивать с 2021 годом, например? Ровно в два раза. Конечно, в Кремле приезд Моди представили как огромную геополитическую победу. Хоть кто-то приехал. В отличие от Орбана, Моди действительно весомый игрок на той самой арене. Но приехал-то он в Москву, в первую очередь решает свои собственные вопросы. Граждане Индии, в том числе и обманом задействованы Россией в войне против Украины. Моди это не нравится. Индийские дипломаты с весны пытались добиться от Москвы возвращения соотечественников на родину. Однако решить этот вопрос удалось только на переговорах в Моди с Путиным в Москве. BBC сообщала, что масштаб такой вербовки точно неизвестен. Например, индийская телекомпания NDTV сообщала, что в российской армии могут служить от 30 до 40 граждан Индии. И по меньшей мере 20 из них могли быть завербованы обманным путем. В начале июня МИД Индии объявил, что двое граждан страны, завербованных в российскую армию, недавно были убиты в ходе продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Напомню, что еще в начале марта Центральное бюро расследований ЦБР Индии сообщило о раскрытии сети агентов, вербовавших под предлогом выгодной работы граждан страны в российскую армию для участия в войне в Украине. Агенты действовали через соцсети в нескольких крупных штатах страны. Заявление ЦБР появилось после того, как семеро граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором заявили, что их заставляет воевать на стороне российских вооруженных сил. По их словам, они приехали в Россию встречать Новый год в конце декабря 2023. Затем, по их словам, некий туристический агент предложил им также посетить Беларусь, на что они почему-то согласились. Добавляло дегтю в индийско-российские отношения еще и то, что семьи погибших в Украине индийцев не получали от России никакой финансовой компенсации, ну и не успел борт МОДИ покинуть воздушное пространство России, как появились первые сообщения о том, что российские власти начали выплачивать те самые компенсации. Кстати, поговаривают, что при своей показной нейтральности МОДИ не забыл напомнить Путину, но что неплохо было бы уважать устав ООН и международно признанные границы своих соседей. Путин на это отреагировал многозначительным молчанием, что в принципе ожидаемо. Международная пресса уже который день к ряду пишет, что к какому-то формату переговоров с Москвой готовы и в Киеве. Все понимают, что реализация формулы мира вряд ли возможна без того, кто этот мир пустил под откос. Уже осенью ожидается вторая серия украинского саммита мира, на этот раз в Джиге. Но Кремль свое участие в этом мероприятии всеми способами пока отрицает. При этом на прошлой неделе, уже во второй раз за последний месяц, российский министр обороны Андрей Белоусов поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином. О том, что инициатором разговора была именно Москва, не скрывали ни в американской, ни в российской столице. Голос Америки пишет, что речь во время беседы по телефону шла о необходимости поддержания каналов связи между странами. В особенности на фоне продолжающейся войны России в Украине. При этом российский министр обороны на прошлой неделе засветился в крайне странной, как по мне, истории. Жительница США и блогер Наталья Вертинская, которая представилась двоюродной племянницей министра обороны России Андрея Белоусова, обратилась к нему с просьбой прекратить войну. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно взбиты, а 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, в подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в Соломенском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз. Но в этом районе, в Соломенском, продолжает жить и работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. Брат министра обороны, экономист Дмитрий Белоусов заявил изданию «Ридус», что у них нет родственников США по фамилии Вертинский. Правда, проверить эту информацию не представляется возможным, ведь часть биографии российского министра, касающаяся его родственников по отцовской линии, тщательно скрыта. Журналисты проекта «Радио Свобода Донбасс-Реали» нашли могилы Белоусовых в Киеве. На надгробье написано дословно следующее. Гвардии генерал-майор Белоусов Александр Александрович и Белоусова Серафима Николаевна. В этой же могиле якобы похоронена и тетка нынешнего министра обороны России. Донбасс-Реали вышли на связь с американской блогеркой, и она дала им короткое интервью. Вот его фрагмент. Но все тайное становится явным. И вот она я. Хоть я не Белоусова, но я могу сказать, что родственники такие похоронены в Украине. Я не скажу, что мои прабабушка и прадедушка были украинцами. По национальности, я не знаю, по крови. Но они остаток жизни после войны. Они жили в Киеве. Да, странная, конечно, история, но это я так мягко выразился, если что. На фоне всех этих разговоров о мирных переговорах, ну и о дедушке российского министра обороны, снова отличилась официальный представитель МИД Мария Захарова. Мария – женщина веселая. Это мы все знаем по ее свадебным фотографиям и по многочисленным публичным появлениям в пятийных заведениях. Между этими своими, судя по всему, основными занятиями Захарова щедро раздает комментарии прессе. На прошлой неделе ей никак не давали покоя украинские дамбы на Днепре. Мы обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского. Возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Кто-то скажет вещь обыденно, институт все-таки. Но я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов в ВСУ. Действительно, Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию при Киевском политехническом институте моделировал сценарий затоплений в результате прорыва Каховской ГЭС. Однако это исследование было опубликовано еще 9 июня 2023 года, через три дня после разрушения дамбы на Каховской ГЭС. Больше ничего подобного на сайте центра мне лично ничего найти не удалось. Что же, очевидно, таким образом Захарова пытается запугать население Украины очередным потопом. Ну или она выдала государственную тайну. Публично раскрыв планы Путина. Вы уж смотрите сами. Тут в качестве точки могу только привести цитату классика российской пропаганды. Машка, ты шпион британский. Ну, как я думаю. Поговаривают, что в России YouTube теперь будет сильно тупить. То есть работать значительно медленнее, чем в остальных частях планеты Земля. Да и разрешение видеороликов теперь будет более чем скромным. Связывает это все с тем, что оборудование, используемое в России, уже морально устарело. А из-за санкций обновлять его просто не будут. При этом Роскомнадзор крестясь клянется, что запрещать в России видеохостинг пока не будут. Что ж, поживем увидим. В любом случае, это только доказывает, что нужно срочно подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк этому видео и не забывать комментировать. Качество картинки, которую будут видеть пользователи России, никак не влияет на качество аналитики, которой я с вами с удовольствием делюсь. На прошлой неделе большим событием для всего мира стал саммит НАТО в Вашингтоне. И даже не с точки зрения того, как это повлияет на войну в Украине, а с точки зрения того, что ждет самый мощный военно-политический союз в будущем. Саммит НАТО неожиданно для всех стал экзаменом на политическую плавучесть для действующего американского президента Джо Байдена. Все разговоры о его возрасте, щедро подпитываемые Дональдом Трампом и российской пропагандой, внесли определенный раскол и в лагере американских демократов после провальных для Байдена дебатов. Чтобы долго не тянуть, сразу скажу, что Джо Байден держался хорошо. Саммит точно можно назвать успешным. В этом мнении более-менее однородны практически все передовые эксперты международной политики. Тем не менее, куда же без казусов. Байден публично перепутал Зеленского с Путиным. А теперь передаю слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин. Ну а собственного вице-президента Камалу Харрис перепутал с Дональдом Трампом. Я бы не выбрал вице-президента Трампа на должность вице-президента, если бы она не была подходящей кандидатурой на пост президента. Неудивительно, что эти ляпы Трамп тут же подхватил в социальных сетях и использовал в собственной передвыборной кампании. Но на общее впечатление это все равно никак не повлияло. Если уж быть до конца дотошным, то не далее, как в октябре 2023-го, Трамп забыл, что его дружок Виктор Орбан далеко не президент Турции. И никогда на эту должность не претендовал. То, что Трамп говорит, то, о чем пишут потом твиты и что в итоге делает, это зачастую совершенно разные вещи. Да и по сути Трамп не намного моложе Байдена. Так что эта карта Дональда далеко не казерная. Вы уж поверьте. Саммит НАТО в Вашингтоне стал экзаменом и для самого блока. Во время этой встречи главы государства Альянса официально попрощали с генсеком организации Йенсом Столтенбергом. Уже осенью его на посту сменит нидерландец Марк Рютте. Ну и насколько решительным будет блок, зависит также от того, насколько решительным будет лидер этой организации. Немецкий Бильд по итогам саммита написал, что вашингтонское мероприятие показало отсутствие сильного лидера вроде Черчилля. Мол, в НАТО входят 32 страны, десятки тысяч танков и самолетов, миллионы солдат, сотни миллиардов евро военного бюджета. Но вот настоящего лидера Альянсу не хватает. Издания обращают внимание читателей на то, что при своей силе НАТО не удалось предотвратить нападение России на соседнюю европейскую страну. И до сих пор НАТО позволяет Путину бомбить украинские детские больницы. Ну и обещание защитить каждый дюйм территорий НАТО. Эту мантру, мол, не повторяли бы так часто, если бы действительно были уверены в этом. С авторами редакторского материала Бильд можно согласиться или не соглашаться. Вы уж смотрите сами. Но часто даже лидеры стран НАТО говорят о том, что демократии выглядят намного слабее, чем автократии вроде России или Китая. Тем не менее, замены НАТО пока не придумали. А за последние два года военно-политический союз точно изменился в лучшую сторону. Теперь в НАТО учитывают даже политические риски внутри собственных союзников. Так Блокс тщательно подготовили не только к возможному приходу Трампа в американскую власть, но и вероятным политическим изменениям в Европе. Угомонили Орбана и продемонстрировали немалую решительность, как по меркам последних десятилетий застоя. Саммит НАТО в Вашингтоне также был экзаменом и для Киева. Все уже как-то дули на холодную воду после не самого успешного саммита в Вильнюсе в июле прошлого года, где ожидания Украины были явно выше политической воли союзников. Одним из итогов трехдневной встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО стало подписание договора по Украине, рамочного соглашения по безопасности. Его цель – координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, изложенных в совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Ну а также соглашениях и договоренностях по безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной по отдельности. Да, соглашение рамочное, и это скорее только фундамент, чем в целом несущая конструкция, но тем не менее это договор, а не меморандум или еще что-то в этом роде. Тут словами особо не поиграешь. Важная деталь, что участницы договора по Украине взяли на себя обязательство поддерживать неотложные потребности страны в области обороны и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и обучения в сфере безопасности, современного военного оборудования, оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки. В документе также прописан сценарий на «после войны», что называется. Судя по всему, никто не хочет повторить ошибки Будапештского меморандума. Итак, дословно, в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий, оперативно и коллективно страны обязуются создавать совещания на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов по поддержке Украине в реализации ее права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения экономических и других издержек на Россию. Да, нет ни слова о том, что несуществующие войска НАТО тут же кинутся в бой со словами слова Украины, но то, что Киев не останется в одиночестве, теперь это, похоже, стало догмой. В любом случае, есть только один способ это проверить, ждать и наблюдать. Ну а чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте лайк этому видео и делитесь своими мыслями в комментариях. Это правда важно. Политика штука непредсказуемая. Все пророчили уверенную победу правых во Франции. Их лидер пророссийская Марин Ле Пен уже рассказывала в телевизоре, как она будет править страной и почему нужно дружить с Россией. А результаты выборов для нее оказались более чем посредственными. Да, теперь во Франции политический кризис, но кризис – это всегда время возможностей. Ставки на победу Дональда Трампа в Америке тоже крайне высоки. Республиканец идет на зрябное злю с демократом. Дерутся часто в грязную. Но политика – это политика. В белых перчатках там, пожалуй, нет никого. Ну а теперь американские выборы еще и запахли кровью. Вот кадры трансляции прореспубликанского телеканала Fox News, который показывал в прямом эфире выступление Дональда Трампа в Пенсильвании на митинге. Пламенное выступление резко прерывает звуки выстрелов. Судя по картинке, сначала даже как-то никто не понял, что же собственно происходит. Телекомментаторы тоже явно не знали, как все это комментировать. В результате стрельбы погибли двое людей – один из зрителей и, собственно, сам нападавший. Сразу после этого кровавого инцидента Трампа увезли в больницу. При этом, по крайней мере, визуально было похоже, что он не слишком пострадал. Позже слухи подтвердились и вышло заявление секретной службы, отвечающей за охрану Трампа. В нем сказано, что нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены с возвышения за пределами места проведения митинга. Сотрудники секретной службы нейтрализовали стрелка, и он мертв. Секретная служба быстро приняла защитные меры. Бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент теперь расследуется, но обо всем уведомили ФБР. Уже через два с половиной часа после стрельбы Трамп появился в соцсетях и написал «Меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу же понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит». Джо Байден осудил покушение на конкурента и пообещал уже вскоре с ним встретиться. Не знаю, как теперь все это скажется на компании обоих кандидатов, но очевидно, что теперь главное найти, кому же это все было, собственно, выгодно. Если бы такое произошло в России, то, конечно же, вся страна тут же ринулась бы искать украинский след, даже если след этот российский. Ну, кто знает, может и тут Москва постаралась. Я бы лично не удивился на фоне событий, произошедших в Германии, где российские спецслужбы обвиняют в попытке убийства руководителя оборонной компании «Райн Мэттл». И ареста супружеской пары россиян, которые шпионили в пользу Москвы в Австралии. Кто знает, кто знает, как я уже сказал, остается только наблюдать. Ну вот, на этот раз пока все. С вас лайк, подписка и репост, если смотрите программу в интернете. А больше всего, конечно, я жду ваших комментариев. Ваши мысли бесценны, делитесь ими, и это видео посмотрят больше людей. С вами был Владимир Унец, а новый выпуск смотрите сами всего лишь через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»